А вот это, сказал бактериолог, подкладывая под микроскоп стеклянную пластинку, препарат знаменитой холерной бациллы, микроб холеры. Человек с бледным лицом заглянул в микроскоп, очевидно, непривык, и дело с этим прибором, и мягкой белой рукой прикрыл левый глаз. — Я почти ничего не вижу, — сказал он. — Поверните вот этот винт, — посоветовал бактериолог. Может быть, изображение не в фокусе для вас, глаза ведь у всех разные. Чуть-чуть поверните в одну сторону, потом в другую. — Так, теперь вижу, — сказал посетитель. — Но в конце концов видеть-то особенно нечего розовые полоски и пятнышки. А между тем такие вот крошечные существа, эти ничтожные микробы, могут размножиться и опустошить целый город. Удивительно. Он встал и, вынув пластинку из-под микроскопа, поднял ее, рассматривая на свет. — Их почти не видно, — сказал он, разглядывая препарат и, помолчав, добавил. — Это живые бациллы? Они опасны? — Нет, они убиты и окрашены, — ответил бактериолог. — Так я хотел бы, чтобы мы могли умертвить все подобные бациллы во Вселенной. — Думаю, — с легкой улыбкой проговорил человек с бледным лицом, — что вам не очень-то хотелось бы держать у себя такие существа живыми, в активном состоянии. — Напротив, нам обязательно надо держать их живыми, — возразил бактериолог. — Да вот, например, он прошел в другой конец комнаты и взял одну из нескольких запечатанных пробирок. Вот это живая бацилла. Это культура живой бактерии. Он запнулся. Так сказать, холера, загнанная в бутылку. На бледном лице посетителя на мгновение блеснуло выражение удовольствия. — Вы владеете смертоносным оружием, — проговорил он, впиваясь глазами в пробирку. На лице своего гостя бактериолог уловил выражение нездоровой радости. Этот человек только что пришел к нему с рекомендательным письмом от его старого друга и заинтересовал бактериолога, который почувствовал, что он и его гость — люди совсем разного склада. Прямые черные волосы и глубоко посаженные серые глаза незнакомца, осунувшееся лицо и нервные движения, жадный острый интерес к бациллам — все это было так не похоже на флегматичных рассудительных ученых, с которыми привык общаться бактериолог. Перед слушателем, интересующимся очевидной прежде всего смертоносностью бактерий, естественно, было показать дело с самой эффектной стороны. Задумавшись, бактериолог держал в руке пробирку. «Да, — проговорил он, — это холера, посаженная за решетку. Разбейте такую вот пробирку над источником, питающим городской водопровод. Скомандуйте этим крошечным живым частичком, таким крохотным, что их можно рассмотреть только в самый мощный микроскоп, и то окрасив препарат бактериям без вкуса и запаха, «Раскомандуйте им вперед, простите и размножайтесь, наполняйте цистерны». И тогда смерть, таинственная и неуловимая, смерть быстрая и ужасная, смерть мучительная и безобразная, обрушится на город и начнет рыскать повсюду, отыскивая себе жертвы. Здесь она лишит жену мужа, там отнимет у матери ребенка, оторвет государственного деятеля от его обязанностей, труженика от его забот. Она будет следовать по путям водопроводных труб, проникая во все улицы, вылавливая и наказывая то в одном, то в другом доме тех, кто пьет сырую воду. Она проникнет в чаны фабрикантов минеральной воды, проберется в салат, когда его будут мыть и притаится в мороженом. Она будет сидеть в кормушках животных и ждать, когда ее проглотят. Она будет подкарауливать беспечных ребятишек, которым захочется напиться из уличного фонтана. Она пропитает землю и появится в ручейках и колодцах в тысячи самых неожиданных мест. Только пустите эту бациллу в водопровод, и прежде чем мы поймаем и укротим ее, она уничтожит столицу. Бактериолог внезапно замолчал. Ему не раз указывали на его страсть к риторике. Ну а здесь, видите ли, она совершенно безопасна. Человек с бледным лицом кивнул. Глаза его сверкали. Он откашлялся. Эти негодяи-анархисты дураки, сказал он. Слепые дураки. Бросать бомбы, когда есть такая штука. Мне кажется... В дверь тихонько постучали. Скорее, даже не постучали, а поцарапали об нее ногтем. Бактериолог открыл дверь. На минуточку, милый, прошептала его жена. Когда он вернулся в лабораторию, посетитель смотрел на часы. Я и понятия не имел, что отнял у вас целый час, сказал он. Сейчас из двенадцати четыре, а мне нужно было уйти в половине четвертого. Но то, что вы мне показывали, было так интересно. Нет, право же. Больше я не могу остаться ни на минуту. В четыре у меня важное свидание. Рассыпаясь в благодарностях, он вышел из комнаты. Бактериолог проводил его до дверей, а затем, задумавшись, вернулся по коридору в лабораторию. Он хотел догадаться, какой национальности его посетитель. Несомненно, не германец, но не похож и на представителя латинских народов. Во всяком случае, в нем есть что-то патологическое, про себя заметил бактериолог. Как он уставился на эту культуру болезнетворных микробов. Внезапно у него мелькнула тревожная мысль. Он повернулся к скамье возле паровой ванны, затем быстро подошел к письменному столу и стал поспешно шарить в своих карманах, а потом бросился к двери. «Может быть, я оставил ее на столе в передней», пробормотал он. «Минни!» хриплым голосом закричал он из передней. «Да, милый!» отозвался голос из дальней комнаты. «Когда я только что с тобой разговаривал, милочка, было у меня что-нибудь в руках?» «Пауза!» «Нет, милый, ничего не было, потому что я помню...» «Синяя бацилла пропала!» воскликнул бактериолог. Он опрометчиво кинулся к двери и сбежал по ступеням на улицу. Услышав стук захлопнувшейся двери, Минни в тревоге кинулась к окну. Она увидела, как на улице какой-то худой человек усаживался в кэп. К нему неистово размахивая руками мчался бактериолог без шляпы и в домашних туфлях. Одна туфля упала с ноги, но он не стал терять времени на то, чтобы поднять ее. С ума сошел, воскликнула Минни. Вот что наделала эта противная наука. Минни открыла окно и хотела позвать мужа. Худой человек внезапно оглянулся и, по-видимому, тоже подумал, что ученый сошел с ума. Он торопливо показал Кэбману на бактериолога и что-то сказал. Щелкнула застежка кожаного фартука, просвистел бич, копыта застучали по мостовой и в тот же миг Кэп и бактериолог, бросившиеся за ним следом, понеслись по улице и исчезли за углом. С минутами Минни стояла, высунувшись из окна, потом вернулась в комнату. Она была совершенно ошеломлена. Конечно, муж чудак, размышляла она, но все-таки бегать по Лондону в самый разгар сезона в одних носках. Ей пришла в голову счастливая мысль. Она быстро надела шляпку, схватила ботинки мужа, выбежала в переднюю, сняла с вешалки его летнее пальто, шляпу и выскочила на улицу. На ее счастье, как раз мимо, медленно проезжал Кэп, и она его окликнула. «Видите меня прямо, потом сверните на Хейвелла Крессент и постарайтесь догнать джентльмена без шляпы и в бархатной куртке». «Бархатная куртка, мэм? Без шляпы? Очень хорошо, мэм». И Кэбман стегнул лошадь с таким решительным видом, точно ему каждый день приходилось ездить по подобным адресам. Несколько минут спустя кучка Кэбманов и ротозеев, как всегда собравшаяся у стоянки извозчиков на Хаверсток-хилле, была поражена видом бешеном чавшейся пегой лошаденки, запряженной в Кэб. Все молчали, пока Кэб не скрылся из виду, а затем полный джентльмен, известный под кличкой Старого Болтуна, сказал «Это Гарри Хиггс». Что это с ним стряслось? «А кто том-то как работает? Зря не машет», добавил мальчишка-конюх. «Гляди-ка», — воскликнул Томми Байлз, «а вот еще один сумасшедший, разрази меня на этом месте и впрямь еще один катит». «Это наш Джордж», отозвался Старый Болту, «Навезет он сумасшедшего, это ты верно сказал, как бы он не вывалился из Кэба, не загарили Хиггсом он гонится». Общество на извозчащей стоянке все больше оживлялось, кричали хором, «Надай, Джордж, вот так скачки, его догонишь, погоняй». «Ишь, как чешет», — сказал мальчишка-конюх. «Голова кругом идет», — воскликнул Старый Болтун, «Ей-богу, сейчас сам помчусь, глядите, еще один, не как все Кэбманы в Хэмстеде спятили сегодня». «На этот раз баба», — сказал мальчишка-конюх. «За ним гонится», — добавил Старый Болтун, «Чаще бывает наоборот, он за ней, а не она за ним». «Что у нее в руках?» «Похоже, что шляпа». «Вот забава, ставлю три против одного на старика Джорджа», — предложил мальчишка-конюх. «Кто следующий?» Минни промчалась мимо. Ее сопровождала буря оваций. Ей это не понравилось, но она сознавала, что исполняет свой долг и неслась дальше по Хаверсток-хиллу, и Кэмден-таун-хай-стрит, не отрывая глаз от спины Старого Джорджа. Непонятно, почему увозившего от нее беглеца мужа. Человек в первом кэбе сидел, забившись в угол, скрестив на груди руки и крепко сжимая в кулаке пробирку с могучим средством разрушения. Он испытывал смешанное чувство страха и радостного возбуждения. Больше всего он боялся, что его поймают, прежде чем он успеет осуществить свой замысел. Однако в глубине его души был смутный, но еще более сильный страх перед чудовищностью затейного преступления. И все же радость пересиливала страх. Ни один анархист еще не додумался до того, что собирался сделать он. Равошоль, Ваян и все эти знаменитые деятели, славе которых он завидовал, бледнели и казались ничтожными по сравнению с ним. Ему надо только добраться до городской водокачки и разбить пробирку над баком. Как блестяще он все подготовил, подделал рекомендательное письмо, проник в лабораторию и так блестяще воспользовался случаем. Наконец-то мир услышит о нем. Наконец-то всем этим людям, которые над ним смеялись, им пренебрегали, избегали его общества, придется считаться с ним. Смерть. 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 Сколько унижения он вытерпел, как человек, не заслуживающий внимания. Весь мир был в заговоре, чтобы не дать ему подняться. Теперь он покажет, что значит не замечать человека. Кажется, эта улица ему знакома. Да, конечно, это улица Сент-Эндрю, а где же его преследователь? Он выглянул из Кэба. Между ним и бактериологом было не больше 50 ярдов. Плохо. Его еще могут нагнать и остановить. Он нащупал в кармане деньги и достал пол Саверена. Приподнявшись, он через окошечко в крышу ссунул монету под нос кучеру. Еще дам, закричал он, если сумеете удрать. Мгновенно деньги были выхвачены у него из рук. Ладно, сказал Кэбман. Окошечко захлопнулось, и Бич опустился на блестящий бок лошади. Кэб дернуло, и анархист, который еще не успел сесть, ухватился рукой со стеклянной пробиркой за фартук, чтобы не упасть. Он почувствовал, как пробирка сломалась в его руке. Отбитая половинка звякнуло одно Кэба. Он выругался, откинулся на сиденье и мрачно поглядел на капли жидкости, упавшие на фартук. Анархист содрогнулся. Ну что ж, кажется, мне придется быть первым. Но я, по крайней мере, стану мучеником, а это уже кое-что. Все-таки ужасная смерть. А кляна мучительно, как говорят. Тут у него мелькнула новая мысль. Он пошарил себя под ногами. В отбитой части пробирки сохранилось немного жидкости, и он для верности выпил ее. Надо было действовать наверняка. Как бы то ни было, неудачу он не потерпит. Потом он подумал, что теперь ему незачем удирать от бактериолога. На Веллингтон-стрит он велел кучеру остановиться и вышел из Кэба. На подножке он поскользнулся, голова у него слегка кружилась. Быстро действует этот холерный яд. Он помахал Кэбману, как бы устраняя его из своего бытия и скрестив руки на груди, остановился на тротуаре, поджидая бактериолога. В его позе было что-то трагическое. Сознание близкой гибели придавало его фигуре некоторое достоинство. Он приветствовал бактериолога вызывающим смехом. Да здравствует анархия! Опоздали, мой друг. Я выпил ваш препарат. Холера спущена с цепи. Не выходя из Кэба, бактериолог сквозь очки поглядел на него с веселым любопытством. Выпили? Анархист? Теперь понятно. Он хотел было что-то добавить, но воздержался. В углах рта затаилась усмешка. Он отбросил фартук, как будто хотел вылезти из Кэба, в то время как анархист драматическим жестом махнул ему на прощание рукой и пошел к мосту в Атерлоо, стараясь своим зараженным телом толкнуть, возможно, большее число людей. Бактериолог с таким интересом смотрел ему вслед, что почти не выразил удивления, когда на тротуаре появилась Минни со шляпой, пальто и ботинками. Очень мило, что ты принесла мои вещи, россиянно заметил он. Все еще внимательно следя за удалявшейся фигурой анархиста. Садись ко мне, добавил он, не поворачивая головы. Минни теперь была совершенно убеждена, что ее муж сошел с ума и на свою ответственность велела кучеру ехать домой. Что? Надеть ботинки? Разумеется, милочка, сказал бактериолог, когда Кэб повернула и скрыла от него торжественную черную фигуру, казавшуюся на расстоянии совсем маленькой. Вдруг ему что-то показалось таким смешным, что он расхохотался, а потом заметил «Это все-таки очень серьезное дело. Понимаешь, этот человек пришел сегодня ко мне, а он анархист». Не падай в обморок, а то я не смогу тебе всего рассказать. Я не знал, что он анархист, хотел удивить его и показал ему культуру этой новой бациллы, о которой я тебе говорил, той самой, которая, я думаю, вызывает появление синих пятен у обезьян разных пород. Я свалял дурака и сказал ему, что это бацилла азиатской холеры. Он похитил ее и убежал, чтобы отравить воду в Лондоне. И он действительно мог бы наделать много неприятностей нашему цивилизованному городу. А теперь он сам проглотил бациллу. Конечно, я не могу сказать, наверное, что с ним случится, но ты помнишь, как котенок и трещинка покрылись от нее синими пятнами, а воробей стал ярко-голубым? Хуже всего то, что мне придется опять возиться и тратить деньги, чтобы приготовить новые препараты. Что? Надеть пальто в такую жару зачем? Потому что мы можем встретить миссис Джабер? Но, милочка моя, ведь миссис Джабер не сквозняк. Чего ради я стану в жару надевать пальто из-за миссис... Впрочем, ну ладно. Миссис Джабер? Миссис Джабер? Это Герберт Уэллс. Впрочем, легко узнаваемый Герберт Уэллс. Короткий рассказ «Похищенная бацила». В переводе Семевской. Герберт Уэллс. Великий английский писатель, в первую очередь, известный как фантаст, хотя, как известно, социальная составляющая волновала его не меньше. Поэтому технология и научное развитие, которые движутся очень быстро, вызывали его неподдельный интерес не только с точки зрения скорости и самого процесса развития, но и с точки зрения вреда, который технический прогресс может нанести человечеству. Герберт Уэллс. Похищенная бацила. Герберт Уэллс. Объект 22